Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубик от компании Moio RS3M 2020, который является реинкарнацией кубика с труднопроизносимым названием MF3RS3M, где много согласных букв. Здесь название укоротили на MF3, но зато к названию добавляется 2020, чтобы не путали. Прежде чем перейти к кубику, сравним упаковку с Milong. MF3RS3M и Milong внешне очень похожи, и коробочки у них одинакового размера. Но у Milong поверхность такая фактурная, и изображение кубика рельефное, вот на трех сторонах. Здесь же все на белом фоне, матовый картон, не такой рельефный, как у Milong. И, соответственно, картинки вот эти все плоские. Не знаю, сэкономили или нет. RS3M стоит чуть дороже, чем Milong, но коробочка слегка проще. Хотя и в том же стиле, только без рельефа. Также по комплектации сразу посмотрим. У нас встречает такой же бокс с аксессуарами. Кубик и подставка. То же самое было в Milong, но посмотрим, что внутри коробочки. Здесь инструкция, она стала чуть больше, чем в Milong. Вроде как Milong для новичков, а тут уже для ребят посерьезнее. Хотя также метод для начинающих, никакого Фридриха. Карточки аналогичные. Но кроме этого, здесь есть отверточка, запасная гайка и ключик для регулировки. Все. Отверточку, подставку мы убираем. Таких у нас уже много, про них обсуждать нечего. Коробочка откладываем в сторону. К этому вернемся чуть позже. Сам кубик, он как и Milong, матовый. В отличие от своего предка. RS3M, MF3 RS3M, который вышел какое-то время назад. В свое время был очень хорошим кубиком. И на тот момент он конкурировал с топовыми. Некоторые люди, которые хорошо собирали, использовали именно этот куб. А возможно и сейчас используют. Мне доводилось вращать кубик Тимура Иманова, который настроил его так, что просто летал. Наверное, это лучший куб за все времена, которые я держал в руках. Ну, именно в той настройке. То есть на кубике MF3 RS3M этого можно было добиться. Но у меня он сильно не задержался. Я на нем открутил стандартную 1000. Мне показалось, что он как-то немножко вялый. Ну, возможно, я не нашел свою идеальную настройку. И потом вышел какой-то топовый куб, и я на нем остался. К примеру, это был GAN XS. Новый кубик. Выглядит примерно так же. Но уже матовый пластик заменил глянцевый. Логотип такой же. И строение, по крайней мере, центрального элемента тоже похоже. Если мы поближе поднесем, мы увидим вот эти вот, по крайней мере, здесь белые треугольнички, которые торчат. И которых нет на Милонге. И именно по этим треугольничкам на центрах их можно и визуально отличить. Более никак. Цвета одинаковые. Ну, если всматриваться, только форма крышечки еще другая. А так, лежат два кубика. Кто из них, кто сбоку сказать сложно. То есть, приглядываться к центрам. И определяем по тем треугольничкам. Давайте сделаем пару сборок, чтобы можно было оценить вращение и звук. Не скажу, что кубик тихий. Но вращается приятно. Иногда чуть-чуть поскрипывает пружинки. Милонг для сравнения звучит вот так. Мне кажется, чуть помягче. Ну, если вы смотрели мое видео про Милонг, то для вас уже не секрет, что Милонг мне понравился больше. Но я постараюсь быть объективным. И скажу все, как есть, и про Яростреем 2020. Делаем сборку. Мне не удалось обновить ни сотку, ни сингл на этом кубике. Возможно, если бы я покрутил на нем больше, чем одну тысячу сборок, это у меня бы и вышло когда-нибудь. Но я ограничился тысячей и больше мне не захотелось. Я поначалу, с того, что кубик был очень быстрый и трудноконтролируемый, добавил сюда густой смазки. Достаточно большое количество. Он из-за этого стал слегка туговат. Но со временем все распределилось. Я добавлял также жидкой смазки. И в конце концов получилось что-то приемлемое. Вращается примерно так, как мне удобно. Многие высоко оценивают скоростные качества этого кубика. И во многих опросах именно его и советуют, как топовый кубик за небольшую цену. Действительно, стоит недорого. И да, на нем можно собирать быстро. То есть сотка за эту тысячу в среднее время была только чуть хуже, чем на мелонге, на котором я ту самую сотку и обновил. Но почему мне это не совсем понравилось? Потому что здесь магниты слабее, чем на мелонге. Если брать заводскую настройку, которая более расхлябанная, чем на мелонге, то в ней магниты чувствуются совсем слабо. Я любитель магнитных кубов. Когда мне приходится вращать немагнитные, меня немного расстраивает их вращение, такое неконтролируемое. Вот на кубиках со слабыми магнитами мне преследуют тоже ощущения. И первый сборок 600-700, оно меня не оставляло. То есть кубик со слабыми магнитами, которые недостаточно хорошо контролируются. Опять же, если вы любите слабые магниты, то вам этот кубик подойдет идеально. Чтобы как-то исправить ситуацию, я открыл вот эту крышечку с каждой стороны и использовал эту самую двойную регулировку, которой компания Моя гордится, но мне кажется, она уже слегка устарела. Ну или возможно я ее использую как-то не так. Очень хорошо, что в комплекте есть запасная гаечка. Не знаю, кому она пригодится, но может быть кто-то потеряет, либо сломает основную. Это полезно. Этот ключик ставится в прорези и поворачиваем на щелчки. Я сейчас вращать не буду. Почему? Потому что вращать можно только в одну сторону. Здесь нет никаких меток 1, 2, 3. То есть на даянах, на ганах, где есть система регулировки, там есть хотя бы вот эти плохо различимые цифры. Здесь нет. И нельзя посмотреть, как настроена гайка здесь и здесь, если ты не будешь ее крутить. А если ты будешь ее крутить, ты не сможешь крутить обратно. То есть нужно прощелкать все позиции для того, чтобы сбросить на начальную. Ну или просто каждый раз сбрасывать на начальную и откручивать нужное количество щелчков. Да, действительно, скорее всего, это потребуется настроить один раз. Но, честно, мне это нравится не очень. Я не восторгаюсь такой системой настройки. Тем более, что при помощи вот этого ключика можно кубик только затягивать. Если нужно ослабить, то придется опять же отверткой откручивать болт. Да, настройка более ювелирная, какая-то более четкая. Но если опять крутить отверткой, то все плюсы от нее как-то сглаживаются и принижаются. Ну, есть и хорошо, нет. Ну и ладно. На Мейлонге этой системы нет. Это очень хороший куб. Здесь это практически тот же Мейлонг, но с системой регулировки и немного другим строением. Мы его, кстати, сравним и со старым R3M и с Мейлонгом. В итоге от заводской настройки я на два щелчка кубик затянул. И магниты стали чувствоваться чуть лучше. И на такой настройке я и остался, докрутил эту тысячу. Почему магниты стали чувствоваться лучше? Потому что детальки стали чуть ближе к друг другу. А чем меньше расстояние между магнитами, тем они сильнее притягиваются. Ну, если быть точным, сильнее притягивают элементы. Конкретно угол и ребро. Ну и вот в таком положении кубик и остался. Вот кое-где можно слышать поскрепление пружинок. Так было изначально. Никак я с этим не боролся. Бороться, наверное, уже не буду. Проживание, наверное, можно пружинки переворачивать. Что-то с ними сделать. Смазать. Но я, наверное, не буду больше активно использовать этот куб. Тот же Mi Long. Я еще на стадии тестирования также брал с собой, когда куда-то ездил. Так, походный кубик. RS3M. Недорогой кубик. С хорошими характеристиками. Но с магнитами слабее, чем нужно конкретно мне. Многим он наверняка подойдет. Тем, кто крутил немагнитные кубы и хочет свой первый магнитный, наверное, он покажется идеальным. Наверное. Ну, опять же, любителям слабых магнитов. Мне нет. Для меня это просто неплохой кубик за нормальные деньги. Давайте посмотрим строение. Для начала сравним RS3M старый и RS3M новый. Ну, здесь сразу видно, что есть вот эта вот гаечка зубчатая для двойной системы регулировки. Крестовина примерно такая же. И пластик глянцевый заменился на матовый. Строение центрального вот этого элемента похоже. Сравним ребра и видим, что ножка ребра стала из неокрашенного пластика. На самом ребре вот здесь вот появилось какое-то подобие рельсы. А само строение ножки примерно такое же. То есть изменения такие незначительные. Вот с этой стороны здесь два желобка, здесь три. Ну, какие минимальные изменения. Ну, понятно, что предыдущий куб был очень хорошим. И этот тоже сделали в духе. Уголки отличаются посильнее. Опять же, здесь у нового ножка из неокрашенного пластика. Пропал болтик. Стал более воздушным уголок. Ну, и немного изменено. Вернее, более утонченное строение самого уголка. Ну, и сравним с мейлонгом. Так как они внешне очень похожи. Вот это мейлонг. Вот это RS3M. То не грех сравнить их внутренние элементы. Право RS3M. Слева мейлонг. Ну, здесь видно, что мейлонг как бы вот так мейлонгом и остался. Ну, у RS3M строение более топовых моделей. Как ребра, так и уголка. То есть, мейлонги, понятно, аж надо сделать все как можно дешевле. RS3M строение более утонченное. Хотя кубик тоже не особо дорогой. Для того, чтобы разобрать RS3M новый 2020, мне пришлось ослабить один болт на один оборот. Без этого кубик не разбирался. Я боялся сломать элементы, поэтому ослабил. Так что сейчас отверточкой я возвращаю этот один оборот. Вот, 180 градусов, 360. Ну, и все. Ну, как я и говорил, если опять крутить отверткой, то важность вот этой более тонкой системы регулировки куда-то теряется. Ну, возможно, я заблуждаюсь. Возможно, я пользуюсь ей как-то не так. Напишите в комментариях. В итоге, это хороший кубик. Достойный. С отличными скоростными характеристиками, но с магнитами слабоватым. Многим он понравится. Я считаю его нормальным, но не тем, который мне нужен. По мне, мил он лучше. Пока я собираю этот кубик, можно вспомнить, что он готовится к выпуску. К моменту публикации наверняка уже и появился в продаже. Кубик RS-3 4M. Вернее, RS-4M 2020. То есть, четверка из этой серии. Тоже должна быть недорогая. С хорошими скоростными характеристиками, которая будет превосходить Mi Long 4х4. Скорее всего, я ее приобрету и посмотрим, что там получилось. А так, кубик достойный, но не для меня. Ажиотажа вокруг него я не разделяю, но объективно признаю его высокие скоростные характеристики. Размером он получается на 0,5 мм больше, чем Mi Long и на 0,5 мм меньше, чем старый RS-3M. 55,5 мм и 86 граммов его вес. Кубик хороший. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok